Год назад просторая ботяга с нефтекамского завода потерял свой прежний паспорт и страховое свидетельство. Замена документов много времени не отняла, но проблемы все же появились. Через 4 месяца после потери удостоверения личности неизвестный человек оформил по нему кредит. Сначала на полмиллиона рублей, а затем еще на 75 тысяч в одном из уфимских банков. Нефтекамцы уже стали поступать уведомления из банка с требованием погасить кредит. В полном отчаянии, уже это нервы все вот это, стресс. И вот мне просто интересует, как это вот банк мог оформить кредит на такую, ну для меня это неимоверно, для меня это сумма такая, что просто по одному паспорту. С просьбой разъяснить произошедшее мы обратились в банк, в котором произошел этот случай. На встречу в присутствии камер сотрудники учреждения отказались, ограничившись лишь письменным ответом. В нем говорится следующее. Действительно, в ноябре 2011 года в банке было открыто два кредита на имя Гизалханова МБ. Для этого в банк кредитным агентам был предоставлен комплект оформленных документов, включающий копию паспорта, трудовой книжки и справку о доходах с места работы. Поскольку никаких выплат по кредитам не производилось, банк в соответствии с законом о банках и банковской деятельности начал процедуры по истребованию задолженности заемщика. Тот же ответ в свое время получил и сам Марсель. Однако нефтекамец, зная о том, что кредитов в банке не оформлял, отправился в полицию с заявлением о мошенничестве, совершенном с помощью его утерянного паспорта. За поддержкой он также обратился к юристам. В данной ситуации возникает вопрос, каким образом банк Уралсип по паспорту и страховому свидетельству выдал 575 тысяч. Причем 1 ноября 2011 года было выдано 500 тысяч и 2 ноября было выдано 75 тысяч. Причем два момента. Нету фотографии лица, которая получила кредит, хотя это обязательная процедура. Не совсем понятно, как работает служба безопасности банка. Это либо халатность, либо некомпетентность, либо можно предположить умысел. К делу подключились и сотрудники Уфимского отделения полиции номер 7. Ведь банк, в котором был оформлен сомнительный кредит, находился на их территории. Там после разбирательства установили, что нефтекамец к данному происшествию не имеет отношения и признан потерпевшим. 25 апреля 2012 года возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 по факту того, что 1 и 2 ноября 2011 года неустановленное лицо путем обмана похитило денежные средства в сумме 75 тысяч и 500 тысяч рублей. Банки ОАО «Уралсип» по адресу Уфа, проспект Октября, 92. Сотрудники полиции направили в адрес банка и нефтекамцу уведомление о том, что они оба в этой ситуации признаются потерпевшими. Однако, несмотря на это, финансовое учреждение продолжило требовать с мужчины деньги. И осенью текущего года направило в нефтекамский суд иск о взыскании средств. Банк в данном случае игнорирует все и пытается, тем не менее, взыскать с непонятным нам упорством. Хотя, вот, все документы свидетельствуют о том, что наш доверитель никоим образом не причастен к факту мошенничества. Тогда суд о взыскании 500 тысяч рублей банк проиграл. Служители Фемида защитили интересы рядового нефтекамца. Тем не менее, сегодня история повторяется, и банк пытается взыскать с Марселя уже 75 тысяч рублей, которые мошенник взял в банке после первого кредита. Юристы намерены отстаивать интересы нефтекамца, а после разбирательства уже готовятся подать банку ответный иск о защите чести и достоинства своего доверителя. Сам же Марсель после этой истории стал более внимательно относиться к своим документам, всякий раз проверяя, где они находятся в данный момент. Лариса Миронова, Денис Кузнецов, информационная программа «Ежедневник» при содействии телеканала БСТ.